приветствую вас по традиции политические новости прикольные политические новости но без украины без россии смотрите я понимаю что вам сложно понять как же как же в мире нет нет мире много других новостей где нет ни украины ни россии ни нашей войны но это новости за текущую неделю так что предлагаю вам прослушать такие прикольные политические новости которые действительно интересные которые ну в общем то надо знать первая новость о новое столько раз слышали слышите будь еще раз слышать выборы в сша точнее даже не выборы а подготовка к выборам вот эти прем-лизы которые прошли нью-гэпшири там причем понимаете американские английские даже китайские здания араб все обсуждают согласно выборы в сша ну америка до америка на сегодняшний момент пока пуп земли по этой причине выборы сша обсуждать но понятные очень многие ругают трампа кто-то хвалит масса дискуссий чтобы с мировой экономикой с нато и когда соответственно трамп станет президентом одни говорят что будет хорошо дры плохо заявляя о том что он рождет на то есть такие третье решено оборот он наконец-то вдыхнет новую волну над и так дальше тому подобное очень много дискуссий по поводу того а победит ли трамп значит смотрите то что я прочитал то что я так в общем то могу вам рассказать официально да прошли эти прем-лизы рекоксы сейчас немножко объясню в сша есть такая традиция как бы репетиция выборов это не значит абсолютно что все голосуют нет-нет любой желающий может прийти и принять участие в таком фактическом просе ну это как бы подготовка к выборам голосуйте очень часто голосуют те которые ну как бы голосуют за свои партии но есть люди которые по традиции голосуют за демократов если люди которые по традиции голосуют за республиканцев такое существует это не приходит в штаб этих партии, и там происходит голосование. Еще раз говорю, это в общем-то такая, все-таки вопрос. Все-таки вопрос. Все они голосуют, голосует небольшое количество людей. Мало того, вы сами понимаете, если голосуют именно в штабе той или другой партии, то там это такие наиболее активные. А всегда на выборах болот. Ну вообще, чтобы правильно поняли, во всех странах мира наиболее активных 10-15%. Все остальные и так, и так, и так. Это нормальное время. Поэтому причине эта репетиция, она прежде всего нужна для партийных, так сказать, игрищ. Потому что на основании этих праймсов, коксов, потом партии выдвигают кандидаты. Хотя некоторые, что на Нью-Геншери произошла сенсация и сенсации никакой абсолютно не вижу. В упор. Да было и так понятно, что среди республиканцев победит Трамп, а среди демократов Байден. Так и произошло. И там, и там. Там, да. Начали дискуссию. Ну просто, чтобы правильно поняли, у демократов очень много кандидатов. Там получилось 42% за Байдена, 19% за... Ой, какой-то Филип. Ой, давайте... Я их... Они вряд ли там не совсем даже понятны. А в республикацию получилось сейчас два. Нет, там их немножко больше, но там остальные вообще... А сейчас два. Вот это Нелли... 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 И Байден. И Трамп. И вот сейчас в дискуссии массово кто, куда, как, где... Так, дискуссия хорошая, азартная. И сейчас просто, просто аж... Причем мне говорят, Нелли програла, выиграла. Это хорошо, это плохо. Сейчас немножко объясню. Знаете, смотрите. Трамп может еще только один-единственный раз избираться. Оказывается, по-американски, традиции, это не закон. Закон умеет. Два раза избрался, хватит. Пошли не забил. Рузвельт три раза избирался. Ну, считается, Рузвельт великий человек, а ты все-таки не тот. По этой причине говорят, да, на сегодняшний момент обыграть Трампа, скорее всего, этой женщине не удастся. Но, в будущем, она будет, как бы, потенциальный человек, который будет после Трампа представлять Республиканскую партию. Понялось, может? Вполне. Мало того, многие поговаривают, что не исключено, что все-таки Трамп может на выборы не попасть. Во-первых, в суды. Смотрите, если хотя бы один штат действительно примет решение о том, что запретить включить Дональда Трампа в избирательные списки, республиканцам придется что-то делать. Сейчас немножко объясню. В США немножко не так голосуют, как у нас. В них голосуют так званые выборщики. В каждом штате есть выборщики. И избиратели голосуют вот за этих выборщиков. Ну, такая система. То есть, ты не за президента, не за кандидата, а за выборщиков. А потом выборщики автоматически голосуют за вот этого президента. Ну, такая система немножко. Там много раз говорили, надо поменять. Ну, это сложно. Это старая традиция. Практически невозможно. Попытки поменять были, но они умирали. Потому что она столько старая, что куда-то столько биться. И если, например, хотя бы в одном штате в списках не будет, то, соответственно, в этом штате не будет выборщиков. Ну, не будет, не будет. Мало того, если их там не будет, соответственно, по американским законам будет считаться, что выборы не состоялись. Потому что, ну, должны все, то есть считается так, должны все проголосовать. Ну, нельзя так, что один штат не проголосовал. Или нельзя так, чтобы один штат голосовал только за демократов, а не голосовал за республиканцев. Ну, вот это уже нарушение, как бы, их не конституции. Стоп, тут так же нельзя. Потому что не все голосовали. Вот эта дискуссия ведется. Так что тут еще, ой, судебных разбираться будет много. Попытки сейчас еще больше обсуждают, а кто же может быть вице-президентом. Ну, что, чтобы правильно поняли, как может развиваться. К примеру, кандидат от республиканской партии, Трамп и вице-президент. Возникает вот эта вот проблема с суда. Ну, остановить всю машину сложно, вы представляете, выборы и так дальше. По этой причине. Голосование идет, но тогда уже вице-президент сразу встает, как бы, кандидатом в президент. Это допускается, абсолютно допускается. Это не запрещено и тому подобное. Мало того, говорят, а если еще судят Трампа за какое-то преступление, тоже вице-президент. Вообще, вице-президент у них, ну, вот почему они придумали эту функцию? Чтобы в случае чего? Ну, вообще, история же знала случаи, когда Никсон выиграл на выборах. Потом, вот это был Олтергейский скандал. Он пошел в отставку. И автоматически вице-президент стал президентом. По-моему, Джонсон его звали. Я, честно говоря, фамилию. Он в историю не очень ярко вошел, честно говоря. Фамилию я не помню. Не удивляйтесь. Так что такая история. И здесь, да, действительно, сейчас дискуссия. Кто же будет? Кто же будет? Кто же будет? Вот эта вот женщина Нилли, по-моему, я постоянно ее называю, еще не выучил, как. Она отказалась от вице-президента. Опять же, говорят, почему? Чтобы иметь свою политическую карьеру. Ну, тоже дело же тесное. Так что еще и вот это обсуждает. Кто же, кто же, кто же будет, кто же. Потом, естественно, как вы сами понимаете, что демократу будет, скорее всего, Байден, ну, там нет конкурентов. Потому что у него 40 ближайшего. 19, там есть 7, 4. Это несерьезно. Да и вообще, по большому счету, там, те, которые, ну, понимаете, демократу получилась какая ситуация? Кроме Байдена, никого нет. Это конец. Сразу же есть эксперты, говорят, что только, не, они даже не так сказали, что Байден сможет выиграть выборы, только когда его конкурентом будет Трамп. Объяснили. Сразу объяснили, почему. Потому что равновесный конкурент. Черт тебя знает, может быть. Вообще, чтобы правильно поняли, в Америке, там немножко не так, как у нас. Там очень часто играет на таких, как бы, американских эмоциях. И говорят, что если, вот, к примеру, будет, если был бы конкурентом Байдена молодой человек, то Байден однозначно проигрывает, потому что воспринимается молодой-старый. А если старый-старый, тут воспринимается, как два таких аксакала старых, таких деда дерутся. Плюс ко всему, очень много, конечно, вспоминают, что в Америке голосуют все-таки не напрямую, а через вот этих выборчиков, выборчиков. Ну, потому что, смотрите, по предыдущим выборам, напоминаю, большинство голосов отдали за Трампа. А победил Байден? Потому что выборщики по штатам разделены неправильно. Там много про это говорили, ругались, говорили, что это поменять невозможно. Невозможно. Слишком амбициозно. То есть, если поменять по штатам, другой штат, а почему у нас забрали? Не так, вы что. Лучше не трогать. Что-нибудь тронуть, то там никак не заработает. И по этой причине такая система. Так что, да, нагнетают, нагнетают. Шоу! 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 Вообще, по большому счету, выборы в США это шоу. Там, если когда увидели, как съезд партии проходит, это полнейший шум. Полнейший. Шум. Гам. То есть, понимаете, я решаю все за спиной. Да, там само по себе голосование на съезд формальности чисто. Потому что все решает американская олигархи. Вообще, по большому счету, выборы в США это выборы американских олигархов. Да, некоторые публично финансируют, некоторые не публично. Но все происходно понимают. Голосуют олигархи. А народ? Масовка! Народы дают шоу. Хотите шоу? Держите. Вот и все. А вы-то думаете? Наивные. А, народ, да. Самое интересное, вы, наверное, не догадываете, в США не две партии. В США и больше тысячи. А вот так. Знаете, курьезт заключается в том, что их очень много. Мало того, многие партии, там есть вообще экзотические партии. Ну, там, каких-то чуть ли инопланетян. Есть, есть партия там, инопланетян. Есть партии только белых, только куклускланы есть партия даже. Они выдвигают свои кандидаты. Не, мало того, эти кандидаты участвуют в выборах. Участвуют. Нет, вы не думайте. Коммунистическая партия США участвует каждый раз. И есть кандидат. Другое дело, что они ничего не набирают. Нет, там, бывает, конечно, ситуация, что, например, там, 20-30, ну, или там, тысячу голосов дают за какую-то экзотическую. Ну, что система сделана таким образом, что только эти ребята при власти. И там, и там олигархи. А вы мне рассказываете, в Америке олигархов нет. А кто там есть? А, да, да, там Джонсон из заправки выбирает президента. Ну, давайте поржем вместе с вами. Джонсон из заправки что-то там решает. А, дядя Вася тут, который окна моет. Ага, ага. Он голосует. Вы что, действительно такие чудики? Олигархи решают, кто будет президентом. И кому они поддерживают. Айрат! Это так, масалка. Вторая политическая новость. Иран сказал, что если что, он войну объявит США. Так все испугались, что аж смешно. Иран очень слабенькая сторона. Мало того, тут же США сказал, пока объявляет, хана будет. Тогда США будет иметь полную законную возможность отправить авиацию, разбомбить Иран и повторить, как было с Ираком. Да. Помните, в Иране сейчас очень сильное протест настроения. Очень много жителей Ирана не хочет так жить. Понимаете, времена прошли. Да, тогда был тот момент, та эпоха, она давно закончилась. Выросло новое поколение. Появился интернет, да, там запрещен интернет, но все запрещено, всегда находится обход. И действительно новое поколение им чуждо. все. И по этой причине, почему там вот они и такие репрессии казнят, и молодых людей, причем казнят публично, так дальше, вот, оно не работает. Все больше, больше, больше. Понимаете, Иран себя изжил. Просто в свое время получился такой момент, что вот эта революция, которая была в Иране, они как бы вернули в средние века, законсервировали. Все. Да, он начал рвать, ломать, и все. Мало того, понимаете, нищета в Иране колоссальная. Да, да, официально все хорошо, но, чтобы правильно поняли, там постоянно такая сумасшедшая девальвация, бесценивание денег, что просто ужас. по этой причине действительно многие жители Ирана стараются убежать. Там сложно убежать, ну, правду неправду выехать и так дальше. Очень много иранских бизнесменов давно не живут в Иране. И действительно на сегодняшний момент, если Иран, дай боже, официально начнет войну, хана ему. У него такой будет революционный подрыв с другой стороны. Понимаете, да, там есть небольшая группировка, которые хорошо кормят, снабжают, ну, она уже, во-первых, не так много денег, а во-вторых, общая ситуация такая, что эта группировка не может удержать нас. Так что надувать щеки умеют. Это одна из самых главных проблем Ирана. Они понимают, что Россия ничтожественная. Они понимают, что это никто. Но других союзников нет. Они пытаются, они пытаются показать, что они что-то могут. Но они полны бездарь. Так что, как видите, на Ближнем Востоке тоже неспокойно. Но это история. И это обычное событие в истории. Так что придет время, и в Иране будет нормальная власть. Без этих религиозных фанатиков. и последнее. Прикольная политическая мысль. Задали вопрос, а нужны ли в Европе монархии? Ну, во-первых, дорого стоит. Ну, действительно, дорого стоит. Ну, содержание дворов. А во-вторых, зачем? Смысл? Ну, действительно, ни одна монархия в Европе никакой власти не обладает. Это декорация больше. Ну, да, король Великобритании, он является головой государства. Но то же самое Дании, Испании. И тут поднимаете вопрос, может, давайте уберем, зачем тратить? Но когда начали делать вопросы, тоже в Великобритании, да, они сделали в Испании, большинство людей за сохранение монархии. Вот так. Кажется, вроде бы не нужно, но традиции, традиции, желание, да, декорации срабатывают. Так что пока что монархи остаются. Несмотря на то, что, ну, никакой власти не имеет. Они больше, ну, как бы, такая, ну, туристическая достопримечательность. Но люди хотят, чтобы она была. Вот и пойми после этой этой идеи. Ну, все. На этом прикольные экономики и политические новости заканчиваются. Благодарю за внимание и до свидания. Витаю вас. Ну, если вы смотрите мой канал, значит, что-то зацекало, поэтому я предлагаю вам стать спонсором моего канала. Заходите на титульную строчку моего канала, тисните кнопочку спонсорства и два пакета для спонсоров. Дешевше не бывает и клуб правильно, чтобы прибыль податки правильно сплатить. Ну, самое основное. Клуб экономической мудрости – это проэкономику, но настолько простыми словами, что даже если вы не экономисты, все понимаете. Так что ставьте спонсором не пожаркуйте.